Алгоритм выполнения заданий. Молодец, Стасия! А давайте посмотрим, что же надо сначала делать? Сначала нужно смотреть с этим с вами и смотреть глазами. В детском саду номер 30 все обучение построено на алгоритмах. Более тысячи цветных картинок учат детей правильно мыть руки, сервировать стол, заправлять кровать, раздельно собирать мусор. Именно режимные моменты усваиваются наиболее эффективно, поэтому инструкции находятся буквально повсюду. Мы очень большое внимание еще и уделяем на безопасность. То есть дети, например, четко знают, что к дверям нельзя подходить, где зона безопасности. То есть это у них уже доходит до автоматизма, поэтому в других местах, где нету этих сигнальных значков, дети уже интуитивно знают о том, что туда подходить не надо или это лучше место обойти. Этот садик стал пилотным проектом для Рязани. Технологии бережливого производства здесь внедрили год назад. За это время система доказала свою эффективность. Цветные картинки помогают детям учить цифры и буквы, рисовать. Применима она и для взрослых. Например, сократилось время адаптации новых педагогов. Благодаря четкой системе хранения даже замещающие воспитатели легко и быстро ориентируются в окружающем пространстве. А вскоре бережливые технологии коснутся и родителей. У нас в плане еще сделать так, чтобы родитель, приходя за ребенком, мог видеть, где ребенок находится в данный момент. То есть вот, допустим, пришли за своим ребенком, вы не знаете, гуляет ли группа или находится группа в группе. То есть мы планируем сделать такой большой стенд, где педагоги будут значками обозначать, где они находятся, чтобы мамам не бегать по территории детского сада и не искать, где находится их чадо. Новые методы работы внедряет и Центр занятости населения Рязанской области. Здесь начать решили с логистики. В новое здание по адресу улицы Электрозаводская, 52, центр въехал около двух месяцев назад. При ремонте акцент сделали на открытое пространство. Первый этаж отдали под работу с маломобильными группами населения и инвалидами. А второй объединил как посетителей, так и работодателей. Оптимизация коснулась и рабочих мест. Ну все вот под рукой, вы сами все видите. И телефон современный, и оргтехника, и пожалуйста, все необходимо, все документы под рукой. Никуда вставать не надо, никуда идти не надо, ни за какими, ни за бумагами, ни за ручками. Минуты 10 это точно выгадываешь. Да, это все экономится. В январе сотрудники центра занятости населения провели исследование. Выяснили, что в день принимают около 300 посетителей. На основе полученных данных составили рекомендации для них, что позволит сократить время нахождения в очереди. Самыми загруженными для нас днями является понедельник и вторник. Благоприятными для приема граждан это среда и четверг, и конечно же пятница. И самые благоприятные периоды посещения гражданами центра занятости, это время после обеденное, приблизительно с часу и до четырех часов. Интересно, что бережливые технологии пришли к нам из производства. Теперь их осваивают и все государственные учреждения. Начали с больниц, сейчас к проекту присоединяются школы и библиотеки, санатории, министерства и даже центр кадастровой оценки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».